Всем привет! С вами Быкова Юлия и наша сегодняшняя тема это эклектика. Как смешать стили и не получить безвкусицу. Сегодня мы с вами разберем, что такое эклектика, как создать интерьер в стиле эклектика. Итак, что такое эклектика? Эклектика это стиль дизайна интерьера, который сочетает предметы классического стиля и современного. Цель эклектики в интерьере это создание комфортного, необычного, гармоничного интерьера с ностальгическими нотками. Сейчас вы видите пример эклектичного интерьера на своих экранах. Мы здесь можем видеть и какие-то классические детали, как будто бы у нас детали с историей, даже может быть не как будто бы, а действительно с историей. И рядом присутствует более современный декор и современная мебель, например. Могут быть даже какие-то ультрасовременные детали присутствовать, но все же этот интерьер выглядит очень гармонично. Вот тоже пример интерьера в стиле эклектика. Следующий интерьер тоже можно отнести к стилю эклектика. Он крайне необычный, но тем не менее нотки эклектики в нем тоже есть. Мы можем видеть как детали классического интерьера, так и современные детали, например, какая-то интересная кушетка. И также присутствует этно с правой стороны. Мы можем видеть декоративные панели. Следующий интерьер. Здесь у нас есть такой вот классный стол. Видно, что уже довольно давно присутствует в этом интерьере, либо специально немножечко состаренный. Но вот существует четкое ощущение, что этому столу довольно много лет. Также присутствуют современные детали интерьера. И кроме того, есть этно-деталь. Это вот такой вот пуф. Соответственно, в этническом стиле и диван. Также эклектика называют микс разных стилей. Индастриал и модерн, например, мы можем видеть на этом сейчас на ваших экранах. И лофт, например, ну и вообще существуют стили, кроме лофта. Но вот лофт в частности изначально несет в себе элементы эклектики. Вообще бывает, что эклектикой называют метод смешения разных стилей, например. То есть не обязательно, что это эклектика, это сочетание, например, классики и современности. Иногда имеют в виду просто микс чего-то, называя термин эклектика. Современная эклектика в интерьере это дизайн, который невозможно отнести к какому-либо одному стилю. Поэтому каждая квартира в стиле эклектика единственная в своем роде и кардинально отличается от других. В этом, конечно, фишка стиля эклектика. Как создать интерьер в стиле эклектика? Выбирайте для смешения два или три стиля, но точно не больше. Больше, на самом деле, очень сложно сочетать в одном пространстве. Проще, конечно, будет именно два. Если выбираете три стиля, то применяйте их примерно в пропорции 60, 30 и 10. 60 процентов это базовый стиль, 30 это дополнительный и 10 процентов это третий стиль. Очень часто это бывает этно. В основном это бывает в декоре, добавление этого стиля. Пример эклектики вы сейчас можете видеть на своих экранах. Здесь у нас камень, например, лепнина, пол имеют определенную историю. Может быть и весь интерьер, собственно вся отделка имеет у нас историю. Но вот четко видно, что кресло у нас в современном стиле, в стиле модерн и тумба в этно-стиле. Маленькая-маленькая деталь, которая разбавляет эти два стиля. Пример эклектики еще один мы сейчас с вами рассмотрим. Это американский стиль на базе арт-деко. Плюс у нас интегрируется, что да, Nail Memphis. Поверхности стен, пола и потолка служат, в данном случае, нейтральным фоном для мебели и декора. Для пола используется нейтральный цвет или цвет натуральной древесины. Стены нейтральных тонов это белый, серый, бежевый, молочный. Иногда для стен выбирают терракотовый, синий, оливковый или припыленный розовый, например. Давайте подведем итоги. Эклектика это стиль дизайна интерьера, который сочетает предметы из классического и современного стиля. Но также термин эклектика может применяться как микс из разных стилей. Чтобы создать интерьер стилей эклектика, выбирайте для смешения два или три стиля. Ну а с вами была Быкова Юлия. Надеюсь, робо вам полезен. Скоро увидимся.